Кунтор Других восхищает достижение технического прогресса И возможности современного человека Изменять ландшафт в соответствии со своими потребностями Сейчас я нахожусь в так называемой золотой яме Это самое дно карьера Здесь очень богатые по содержанию золото руды И вот именно здесь сегодня произойдет взрыв За моей спиной сейчас идут буровые подготовительные работы Готовятся 152 скважины Куда чуть позже зальется взрывчатое вещество И через несколько часов этого места уже существовать не будет При добыче полезных ископаемых без взрывов не обойтись Чтобы добыть руду, нужно раздробить горную породу Спрессованную за миллионы лет в прочные скалы Только после этого здесь сможет работать техника Почему вот эти взрывы проводятся? Потому что здесь пустая порода или наоборот она богатая? Нет, тут рудная зона, мы не смотрим У нас должен полный горизонт взрываться Независимо, она пустая, не пустая Мы тут здесь опробуем Содержание золота в руде на каждом участке разное Порой добравшись до богатого пласта Кумторовцы добывают руду с содержанием до 200 граммов золота на тонну Но это все же редкость 10 граммов на тонну уже считается богатой рудой Хорошим показателем специалисты считают 3-4 грамма на тонну руды Есть и бедные руды, где на тонну приходится менее 1 грамма драгоценного металла А чтобы добраться до золотоносной руды приходится убирать миллионы тонн пустой породы И так год за годом, день за днем, взрыв за взрывом Золотодобытчики приближаются к своей цели Рудному телу Именно здесь становится понятным, почему золото дешевым не бывает Тут же из каждой скважины геологи берут образцы для изучения Их сразу же отправляют в пробирную аналитическую лабораторию Там будет произведен анализ и станет ясно, каково содержание золота в отобранных образцах Кроме того, геологи записывают координаты каждой скважины Помогает им в этом спутник Для чего это нужно, станет ясно позже Вот такие лунки, да, делаются? Какой глубины они? Вот так, глубина где-то на 9,6 метров Каждая скважина должна пробуриться И что туда закладывается? Так, у нас закладывается туда сперва боевик, патрон-боевик После патрон-боевика у нас взрывчатка, ну взрывчатый материал Но у нас у него есть норма, как положено, норму закладываем и закапываем Взрывчатка, которая заполняют скважины, жидкая Ее заливают вот такие специальные машины Для того, чтобы произвести один взрыв, нужно от 7 до 12 тонн этого взрывчатого состава Пока идет подготовка к взрыву, на карьере безостановочно идут работы Ну у нас в данный момент на карьере, вот в смену выходит более, около 100 человек Это только непосредственных операторов, самосвалов, эскаваторов, грейдеров, погрузчиков Кроме того, здесь работают, кроме них работают бурильщики, взрывники Это тоже где-то около 60-80 человек Аркбек Монтаев один из сторожилов кунтора Он начал работать на предприятии в 1994 году Когда он занимался строительством золотоизвлекательной фабрики Потом переквалифицировался, стал работать в горном отделе Как говорили в советские времена, прошел путь от простого рабочего до старшего горного мастера Как видите, я себя бодро чувствую, работаю нормально Здесь у нас условия труда очень хорошие, условия жизни хорошие Аркбек Монтаев, как и 95% всех сотрудников компании, гражданин Кыргызстана Причем 70% из тех, кто трудится на руднике, жители Сокольской области И они с легкостью управляются сложной техникой, задействованной в карьере Большегрузными катерпиллерами, или как здесь называют катами, грейдерами и гигантскими экскаваторами-либерами Вы, Талабек, давно работаете на этом экскаваторе? Да, уже поступила на эту технику, вот, Липкер Ну, сколько лет? Уже третий год А вы до этого на чем работали? На Кате работал Чтобы на такой машине работать, сколько нужно учиться? Где-то полгода идет Это ваша кабина? Да Так, сесть можно? Можно Эта стрела поднимает, вверх стрелу поднимает То есть, вот, с помощью этого джойстика можно управлять вот этим вот говшом и поднимать Поднимать и отпускать А этим, соответственно? Это все поворачивает платформу, башню Вот, башню, в которой мы сейчас находимся Да То есть, здесь все настолько автоматизировано, что, в общем, особого труда Просто нужно в этом разбираться Да, разбираться надо Современная горная техника требует не только умения просто водить машину Необходимы условия самые современные технологии, в том числе и спутниковые Применение системы глобального позиционирования GPS позволяет диспетчерам горного отдела эффективно координировать работу техники в карьере Или, к примеру, самосвал, подъезжая к экскаватору, передает сигнал, что он готов к погрузке А когда загружен необходимый объем, компьютер экскаватора сообщает, что отгрузку необходимо прекратить Поэтому тех, кто сидит за джойстиком экскаватора, здесь называют операторами, а не водителями Пустая порода, в которой нет золота, вывозится на отвал Ну, на отвал, значит, в общем, на отвал вывозится в сутки Сутки, это две смены Каждая смена, если считать по 80 тысяч кубов В общей сложности 160 тысяч кубов Если в тоннах, полмиллиона тонн в сутки мы вывозим А вот руда, из которой будет извлекаться золото, транспортируется на дробилку Дробилка очень похожа на домашнюю мясорубку Только больших размеров Она измельчает глыбы до нужного размера И уже отсюда руда отправляется на фабрику Но вернемся к месту взрыва Здесь уже все готово В соответствии с нормами техники безопасности К моменту взрыва, из карьеры и всех прилегающих сооружений Должны быть выведены в безопасное место люди и вся техника Когда все эвакуированы на безопасное расстояние Главный горный мастер дает разрешение на взрыв Взрыв разрешаю Всем спасибо, можете дать команду отбой Первыми на место взрыва приезжают взрывники Они проверяют, все ли заряды сработали И нет ли опасности для людей и техники Затем карьер начинает въезжать техника А на месте взрыва появляются геологи В руках у геологов специальный прибор С его помощью через спутник Они определяют, где находилась та или иная скважина К моменту взрыва пробирная аналитическая лаборатория Уже обработала те образцы, что взяли геологи при бурении этих скважин И теперь точно известно, в каком месте богатое золотом руда А в каком желтого металла нет вообще Для этого и нужна спутниковая маркировка Да, здесь богато идет, здесь более слабо идет А то ограничиваете, да? Да, да, да Каково содержание золота в руде Можно определить по цветам лент Которыми отмечают участки на месте взрыва High-grade, то есть участки с высоким содержанием золота От 10 и более граммов на тонну руды Помечают зелеными лентами Далее идет medium-grade От 5 до 10 граммов драгоценного металла на тонну руды Этот участок отмечается либо зеленым, либо красным цветом Участок со средним содержанием до 5 граммов Помечают красные ленты Как только техника отдела рудоконтроля Отметит все участки Сюда начинает пребывать техника И, ориентируясь по этим ленточкам Операторы экскаваторов начинают загружать самосвалы В целях безопасности взрывные работы Производятся только в светлое время суток А производственный процесс на кумторе не останавливается ни на минуту И при свете луны работа в карьере кипит так же, как и днем Редактор субтитров А.Семкин